Этот фильм снят в параллельной реальности, о ритуальных событиях, которые происходят в ночь на Маха-Шива-Аратрии. Это происходило год назад, но этот фильм, как и само место Гакарна, существует вне времени. С тех пор многие стали врагами, у многих изменилась жизнь и судьба, но сила этого места... В оригинале видали эти книги, читали, падали рэперы, когда возникали. Многу за временем, на легке, без времени, Кришна, бродяга, память, симпатяга объясняет, что вечная душа, жизнь прекрасно хороша, вы не тело, вы душа. Душа первичная, материя вторичная, ну а тело как машина, мужское как механика, женское как автомат Калашникова, никогда не подводит. Настало долгожданное время Маха-Шива-Аратрии. Вот мы едем в Гакарну на место, где родился Шива, там будет проходить великая Маха-Шива-Аратрии. Погнали. Другой автомобильчик на небольшой. Так, мой воображаемый друг, добраться в Гакарну из Гуа совсем недалеко. Это местечко, в которое едут отдыхать все уставшие от Гуа, гуанцы. Всего 200 километров туда можно приехать как на автобусе, так и на поезде, можно и на скутере. Можно хоть пешком туда добраться. В общем, я приехал из Америки на трехколесном велике. Велик сломался, я здесь остался. Любимые книги Аллы Пулгачевой и Рейсы Горбачевой. Сгусток нектара по цене скипидара. Свежесть кокосов за смешные бабосы. От печали и тревоги, чтоб не болели ноги. В лотос сядете, до столет проживете. Гипки будете, как Анатондо, улыбка будет, как Уджетондо. И будет у вас пилот фонда. Этот сезон вообще изобил их поездками в Гакар, но это мое возлюблющее место. Именно там все и началось. Именно там и появилась идея того, что целью жизни может быть повышение самоосознания. Вот так примерно на желтых номерах. Туристы, которые приезжают в Гоа, берут в аренду байки и едут в Гакар. Дорога проходит через заповедник. И здесь сейчас такое время, что листва сухая. Давно не было дождей. Очень напоминает раннюю осень. Наш немолчащий водитель. Всем известно, как, что на границе из одной машины тебя перекидывают в другую, чтобы не платить дополнительно таксы. Смерть и налоги будут существовать вечно. Поэтому меня, как ценный груз нежно, на руках перекинули с одной тачки к другую. Радостная картина заодно прибытия в долину Гакарной. Этот вид, он всегда намекает, что дальние дороги уже конец. Город уже готовится к завтрашнему торжественному сборищу, может быть, сотни тысяч людей. Дороги уже начинают перекрываться. Интересно посмотреть, что же в центре будет происходить. Прибавилось ли людей на улицах или нет. Ну все, с приездом в Гакарну на главный пляж. Я думал, народу, конечно, будет побольше. Но есть немного людей такие, сидят вон на полу, кочумают. Но не так экстремально, как предполагалось мне из моего прошлого опыта. За моей спиной главный Гакарнский пляж. Сейчас пойдем посмотрим, что, где, как обстоят дела, куда кинуть лежанки. Оба-на! И первый же человек, который мне встретился в Гакарне, это мой духовный брат Крипаль. С ним вечность назад, одновременно, вместе мы получали дикшу от нашего гуру-джи. Духовный, эзотерический смысл места Гакарны появился после того, как много тысяч лет назад здесь был установлен священный Джоти Лингам. Это такой нерукотворный артефакт, коих в Индии насчитывается по легенде 12. И если вы посетите каждый из этих 12 Джоти Лингамов, то вы освободитесь, вы прекратите колесо рождений и смертей. Место здесь особенное. Те вибрации, которые вы здесь будете испытывать, они необыкновенны по своей силе, по своей мощи. И вот я подхожу к тому месту, где же этот Лингам на данный момент находится. Это самый центральный храм. Сама Гакарна состоит из комплекса храмов. И здесь живут наивысшие касты брамины. Вот за моей спиной вход в этот главный храм. И эти брамины, они оберегают силу этого места. Они ухаживают за этим местом, они берегут эти традиции. Да, ну вот я уже захожу внутри. Снимать, конечно, тут нельзя. Но я пока что, пользуясь тем, что еще никто не видел, сниму. И вот там внутри бесконечная очередь людей. Она стоит, чтобы зайти внутрь. Иностранцев туда не пускают. Но что обычно делают люди, которые не могут зайти внутрь? Они делают обход вокруг. Здесь находится Нанди, священный бык, на котором перемещается шива огромного размера. И все, я пошел обходить. Охрана, конечно, уже предупредила. И если вы хотите получить силу, то вы занимаетесь тем, что вы ходите вокруг этого священного места. Заходите в храмы. Когда вы ходите, вы ходите с остановленным внутренним диалогом. И, конечно, ваши вибрации, вибрации джутилингома, они меняются. И вы постепенно, возможно, измените свое мировоззрение, измените свою силу. Вообще, в Абрикальне складывается ощущение, что это место накрыто сверху каким-то вибрационным щитом. Здесь очень комфортно, уютно. И состояния, которые накрывают здесь людей, они, конечно, схожи с тем, как перепросмотр, оставление прошлого за спиной. Движение в будущее. Если вы хотите что-то в себе изменить, если вы обуреваемые идеи изменения ваших внутренних программ, то вам сюда, здесь вы найдете то, что вы искали. Здесь вы найдете силу, мотивацию для того, чтобы изменить свою жизнь. После ритуальной пуджи, посвященной лорду Шивы, брамины из высшего сословия берут из ритуального костра огонь, идут по городу, от дома к дому, от семьи к семье. И старший в семье принимает этот огонь и хранит его весь год для очищения и объединения с другими. Только почувствуйте, что чувствуют себя люди, зная, что в каждой комнате, в каждом доме есть что-то объединяющее их. И это что-то идет испокон веков, тысячелетия за тысячелетием. Этот огонь может очистить, излечить, привести к истине, дать знания. Как у нас возле цепи бесконечный отряд, непрекращающийся отряд попрошаек. Но здесь вполне нормально давать в эти кастрюльки рис. Пошел поужинать на берег океана. Такой заход мне нравится. Такой заход мне нравится. Ну вот ночь, Махашваратри позади. Я ее провел на скале в медитации, тренируя свое намерение всю ночь просидеть. Просидел 8 часов прямо на краешке этой опасной скалы. Ну чтобы так, чтобы по-взрослому, чтобы не возникало соблазнов, чтобы когда ты начинаешь засыпать, ты такой... Ихууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Продолжение следует... 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 Не надо показывать свои мытые, там были эти жесткие. А, ну я уже после водички, да. На самом деле недалеко совсем мы ели. Дальше Яна, если по плохой дороге ехать, да? Понимаешь, если вот так смотреть, вот Яна вот здесь, а Бене получается вот здесь буквально там 10 километров. Ну да, ну да, я понимаю, чем ты говоришь. Если не знаешь, где он находится, ты никогда не найдешь, потому что он такой стрёмный поворот и непонятный. Маленькая дорожка такая. Асфальтированная или грунтовая? Грунтовая. Если тебе не покажут, ты никогда в жизни не найдешь. Указатели ни хрена. Все посмеялись и просто продолжили заниматься, потому что мы не реагируем, мы делаем практику. Кто реагирует, просто пошел на эту страну. Посмеялись и продолжили, и все. При какой серьезности? Если обезьяна посидели еще на пять. Обезьяна посидели еще на пять. Надо смеяться. Никакой серьезности. Бог махер. Обезьяны не любят серьезных идей. Если кто-то на сверху что-то делает, все, это смешно. Не надо слиться. Любите всех. У меня бананы все лежат. Все приготовлено. У меня расселят рядом со мной. Вот так. Они все хуже коротко сидели. Не трогали. Не трогали. Не трогали. Коротко. Очень красиво. Слушай, у меня была в Шельси такая история. Помнишь, я жил там в Бангуковой родине? Поближе мальчик не хватит. А хороший, да, телефон? Помнишь? Хороший, да. Как обычно, утром я делаю сначала часовую медитацию. Я сажусь в медитацию. Сижу час, практикую, открываю глаза. Вокруг так полукругом сидят лангуры. Просто сидят вместе со мной. Просто компанию меня поддержали во время медитации. Не, они вообще нормально. Кто-то из ребят сказал, что ты сидишь медитировал, а они где-то, наверное, минут 25-30 с тобой сидели. Да, я хочу сказать вам, хочу дать тебе благословение, не теряя его сейчас. Просто пусть будет любовь, принятие и все будет наилучшим образом. Пусть все избавляются от страданий, пусть примут в себя Всевышнего. Я очень благодарен вам всем за сегодняшнее пересечение. Мы тебе тоже очень. Да, как мы все в Гакарне, то, конечно, и Макс тоже здесь. И вот я его попросил показать для его фанатов, для группы поддержки, с какой раной он бился там на ринге. Это она уже затянулась и прошел месяц. На тот момент она была, конечно, пожестче. Ты крут, Шива крут, шире круг. Вылетающие слоны на ручной тяге. Просто их руками толкают и все. Ну что, мы полезны друг другу. Это симбиоз животного мира и человеческой доброты. И все это на ночной катетирки. Только в Индии такое возможно. И как люди добры ко всем, и как все вокруг добро к людям, все мы можем сосуществовать вместе. Никому не обязательно сильно обижаться, злиться, ревновать. Нужно просто почесать спинку за горбом. Череда необычных ночей в Гакарне продолжается. И сегодня буду ночевать здесь, в пещере. Где наш старший брат тоже послушник и последователь пилота Баба Джи проводит многие-многие месяцы как монах. Но утром, наверное, будет все намного виднее. Да и будет рассказ, что же тут происходит в пещере. Летучие мышки. Блин, ну теперь по итогу это не пещера, а просто эзотерическая романтика. Тут есть москитка. Витя оставил тут свой спальник. Отель Хилл там в своем лучшем лакшери проявлении. Идем к просветлению двадцатимильными шагами. С добрым утром. Не мог проснуться. Пещерная жизнь это просто подарок, это чудо. Всю ночь волны убаюкивали. Так хорошо спалось. А на рассвете открываешь глаза. А у тебя там такой вид. И море видно. Голубое. Вечно неспокойное. Да, это же просто космос. Нептуна. Лунно-марсианские. Островконечные пики. Камни. Здесь-то я и провел ночь. И даже глядя в сторону пещеры. Никогда не узнаешь где же этот схрон монаха. Управим путь один к священному источнику. Гаккарна. Кориньго означает корова. А вот и главный пляж Гаккарне. Это вид открывается срама темпла. И вот его покрасили. Это очень священное место. А вот дерево туласи, которое растет возле каждого хинду-плейса. Возле каждого дома хинду. А вон там можно собирать пожертвования. Ну, то есть собирают денежки на храм. Все, кто хочет, могут положить. Ребята переночевали и начинают подготавливать свои тела к новому мировому порядку. Моя девчачья стая чешется вся по команде. Отставить чесаться. Готовиться к модельному выходу. Пошли. Все новое лучше начинать с самого Вени. От освобождения от старого. Энергия Шилы, она отдаст возможность освободиться от старых программ. И пойти в новое обновленное будущее с новым мировоззрением. Веселая работа. Множество людей в эту ночь ночевало на пляже. Тут и там можно увидеть колонны паломников, которые приехали. А может быть даже и пришли издалека, чтобы провести эту ночь вместе силой и улучшить карму. Один из главнейших храмов Гакарны – Швига на Патре. Там стоит внутребнейшая каменная статуя Ганеша – бога со слоновьей головой. Сегодня невероятное количество полиции. Ну да, надо контролировать. Они готовятся. Индия, в общем-то, всегда находится в состоянии войны с соседними, с Пакистаном. Какие-то вялые текущие стычки с Индией. Поэтому всегда все на страже. Ну на какой страже? На такой, на расслабленный. Мой размер, мой размер. Мужчина просто срисовал сразу. Это пластик, баба? Что это? Натуральный, натуральный. Просто не надо почитать. Но выглядит как пластик, выглядит как пластик. Мне всегда нравилась тема татуировки в Индии. Ну тут все знают, что микробов в Индии, конечно же, нет. И никакой антисанитарии. Можно получить офигенную татуировку. Прям нисходя с места. Вот в такой вот остановке. Я снова вижу. Я возле священного джокилинга. Ребята не парятся вообще даже перчатками. Рано стартанул, начинай. Ну да, вон точка, как сахаром намазано. Слептаются наши гуанцы постепенно. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Это самый авторитетный дедушка, который все в корне-то заботится. Сколько я его знаю, столько он здесь. И заботится. И заботится. Ну, запомнилась. Видна только в капешках. В свободных местах. Разбывает чёса. А так, в целом, в принципе, шиваратри здесь представлены. Обычно ярмарки на улице. Бассейн. Это озеро Хатитирка. Вода в этом бассейне принесена из Ганги. Ему тысячи лет. И поэтому посередине стоит исключительно шиварингом, вокруг которого можно сделать мало. Я даже в своих самых сильных мечтах не думал, что я смогу там оказаться. Но сейчас я хочу туда доплыть. Лайф. Когда-то давным-давно мы предполагали, что этот бассейн это установленная конусом вниз пирамида, вобращая в себя силу этого места. Место, в котором энергия Шивы реализовалась в этой вселенной из параллельных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok